Юлия Николаева «Нарисуй мне любовь» Я не верю в любовь. Может, звучит несколько категорично, но для девчонки из детского дома — в самый раз. Я верю, что надо крутиться, чтобы жить. И я крутилась, пока в один момент не потеряла всё. Бросившись искать причины случившегося, я, сама того не ведая, попала в водоворот событий из прошлого и настоящего — правды и лжи, ненависти и любви, любви разрушающей, сильнее ненависти. Глава первая Я стояла на ресепшн в галерее, пока Алла, в чьи основные обязанности это входит, слиняла к зубному. Вообще-то это совсем не моя должность, но почему не помочь человеку, тем более, что мы в одной команде? Я работала в галерее организатором выставок. Работа очень интересная, а главное — насыщенная делами и встречами с людьми. То, что надо. Звякнул колокольчик, и в дверях появилась женщина лет сорока с небольшим. Не красавица? Впрочем, уродины её тоже было не назвать, но внешний вид отталкивал. Ни козистая, ни высокая, фигура со всех сторон плоская, лицо непримечательное. Маленький нос, маленькие глаза, маленький рот, щёки бледные, косметики на лице нет, волосы мышиного цвета. Но основная проблема была, конечно, не в том, иначе бы я не застыла, как изваяние, увидев её. Приблизившись ко мне, женщина сказала, «Добрый день. Я бы хотела поговорить с...» Тут она бросила взгляд на мой бейдж и усмехнулась. «По всей видимости, вы мне и нужны». Не зная, чего ждать от жизни, я жестом пригласила её в свой кабинет, по дороге представляя, что будет. Тут надо кое-что пояснить, а чтобы было совсем понятно, я лучше расскажу с самого начала. Детство моё прошло в детском доме. Попала я туда прямо из родильного и о своих родителях не знала ничего. Впрочем, лет в шесть я прониклась к ним презрением, которое с годами перешло в равнодушие. В детские годы нам, обитателям данного учреждения, приходилось не сладко. Финансирование было средненькое, так что условия проживания после вычета зарплат и различных расходов сводилось к минимуму. В детском доме я усвоила главное правило жизни. Или ты, или тебя. К сожалению, сколько нам не пытались привить высокие чувства вроде любви, взаимовыручки и прочего бреда, на деле всегда заканчивалось одним и тем же. Или ты, или тебя. Дать себя в обиду я не позволяла, а потому с раннего возраста вступила в ряды «или ты». Общалась в основном с ребятами, потому росла не только пацанкой, но и хулиганкой, вечно устраивающей пакости. К 12 годам общая ситуация несколько изменилась. Во-первых, благотворительность стала популярным явлением, а так как в нашем небольшом городе финансировать можно не столь много мест, то меценаты потекли в детский дом плотным потоком. Благосостояние резко улучшилось, и за пять лет детский дом превратился чуть ли не в комфортабельную базу отдыха со всеми условиями. Во-вторых, я вступила в переходный возраст, и из тощего подростка стала оформляться в красивую девушку. Мои вчерашние приятели по банде захотели другого, и это внесло в наши отношения разъединение, потому что давать им этого я не собиралась. Таким образом, я оказалась в некотором уединении, стала существовать сама по себе. Впрочем, меня это не сильно напрягало. Желающих составить компанию не убавлялось, а чем старше я становилась, тем их и пребывало. В 16 я лишилась девственности с мальчиком постарше, и мы пробыли вместе год, пока он не выбыл из стен детского дома. То ли это выдалось на удивление жарким, не в плане погоды, хотя и она не подвела, а в плане различных мероприятий. То ли у нас в городе был год благотворительности, то ли меценаты соревновались между собой, но они наведывались в детский дом чуть ли не каждую неделю. Их торжественно водили по территории, угощали чаями и чем покрепче, и, конечно, делали общую фотографию на фоне входа. Для фотографий было подобрано два разных состава, я не попала ни в один из них. Педагоги всерьез боялись, что я могу выкинуть что-нибудь эдакое. Я к тому моменту уже никого ни во что не ставила. И действительно, любила издеваться над людьми, наблюдая за их реакцией, потому в дни приезда высокопоставленных лиц я была обязана сидеть в своей комнате. Но в тот день торчала в библиотеке, развлекаясь перестановкой книг на разные полки, создавая тем самым работу библиотекарши. Услышав голоса, уселась за парту с первой попавшейся книгой и сделала сосредоточенный вид. В зал вошел мужчина и две наших дамы, зам директора и менеджер по общественным связям. Увидев меня, они на мгновение сбились, но все же прошли по залу вдоль дальнего ряда, а назад прошли уже через мой. Оторвав взгляд от книги, я бросила на них взгляд, и мужчина, шедший с ними, тоже посмотрел на меня. Взгляд его задержался на мгновение, потом он нахмурился и отвел глаза. Я насмешливо пронаблюдала за семенящими дамами, косящимися в мою сторону. Наверное, выйдя из библиотеки, они перевели дух. Однако, этим дело не кончилось. Спустя минут двадцать вернулась Галина Викторовна, та, что по связям с общественностью, и строго сказала, «Алиса, пойдем со мной». «Что я теперь сделала?» Посмотрела я на нее, откладывая книгу. Она на мгновение замешкалась. «Поучаствуешь в общем фото». «Я?» «Да». Пошли, время не терпит. «А с чего такая честь?» Галина Викторовна снова замялась. «Андрей Сергеевич, тот мужчина, которого ты видела, поинтересовался, почему не все присутствующие участвуют в фотографии». «А вы ему не сказали, что я могу случайно кинуть в него тухлым помидором, чем опорочу честь детского дома». «Прекрати!» «Я тебя прошу, веди себя прилично». «Этот человек жертвует огромной суммы». «Мы не можем ударить в грязь лицом, показывая такую плохую воспитанницу, как ты». «Что о нас будут думать?» Это меня волновало меньше всего, как и ее грозное наставление уже на выходе. «Устроишь что-нибудь?» «Директор вышвырнет тебя на улицу». «Не сомневайся». Я только закатила глаза. Фотограф поставил меня в предпоследний ряд, меценат стоял в последнем в трех шагах от меня. Я все-таки не удержалась и посмотрела на него. Наши взгляды встретились, и в этот момент щелкнула фотокамера. Он растерялся, отводя взгляд. Фотограф сделал еще несколько снимков. Андрей Сергеевич больше на меня не смотрел. Спустя три недели мы снова встретились. Я с Киром, моим новым парнем, выбиралась из дальних зарослей сада после уединения, когда увидела Андрея Сергеевича, прогуливающимся по дорожке неподалеку. Он нас тоже увидел и на мгновение замер. Я кивнула Киру. Он быстро слинял. Я же пошла навстречу меценату. Мой растрепанный вид намекал на то, чем мы занимались, и Андрей Сергеевич, слегка покраснев, ляпнул. «Что вы там делали?» Я усмехнулась. «А вы как думаете?» Он было растерялся еще больше, но взял себя в руки. «Сколько вам лет?» «Семнадцать?» «Не рановато?» «Нет». Вздернув брови и качнув головой, он направился в сторону здания, я последовала рядом, приглядываясь к нему. Он был очень симпатичным. Лет тридцати пяти, мужественное лицо, красивые серые глаза, правильный нос. Каштановые волосы коротко пострижены, одет с иголочки, но не вычурно. Обычные джинсы и легкая рубашка без галстука. Роста высокого. И фигура не подкачала. То есть, это я бы сейчас так могла сказать. В семнадцать я просто отметила, что он симпатичный. «Чем вы планируете заняться после школы?» Поинтересовался он, а я усмехнулась. «Сложно сказать. Боюсь, уровень моих знаний не позволит поступить в высшее учебное заведение, так что придется идти какой-нибудь поломойкой». «С такой внешностью?» усмехнулся он и тут же продолжил. «А кем бы вы хотели стать? У вас есть мечта?» Хмыкнув, я посмотрела на него пристально. Он взгляд отвел и пошел дальше. «Я бы хотела учиться на истории искусств». «Выдала я». Андрей Сергеевич вздернул брови. «А потом открыть собственную галерею». «Вы любите живопись?» удивился он. «В это слабо верится?» Мы снова остановились, глядя друг на друга. Усмехнувшись, он опять отвел взгляд и пошел вперед. «Что же вам мешает попробовать?» «Я же говорила, ученица из меня никудышняя, перекатываясь с двойки на тройку». «У вас впереди год?» «Можно наверстать?» «Пойти на подготовительные курсы в конце концов». Тут мы дошли до здания и нас увидела Галина Викторовна. Как ее приступ не хватил, не знаю. Она аж побелела. Выскочила и утащила от меня мецената под его растерянным и моим насмешливым взглядом. Слава Богу, мне потом не вылетело. Видимо, Андрей Сергеевич не стал распространяться на тему моего досуга, а поведал только наш разговор об учебе. И то ли разговор на него повлиял, то ли были еще причины. Но вскоре он пожертвовал детскому дому крупную сумму денег на подготовку старшеклассников к поступлению в ВУЗ. Деньги пришлось использовать строго по назначению, что, конечно, несколько огорчило наш руководящий состав.